Здравствуйте, мои дорогие подписчики, а также зрители канала Life2. Меня зовут Надежда, и сегодня я сделаю общий расклад на такую тему, как вы уже видели в названии, «Любовный треугольник». Но перед тем, как начать делать расклад, я хочу немного с вами поболтать на тему моего отношения к женам и к любовницам. Потому что периодически в своих комментариях на своем канале я встречаю комментарии такого рода. «Да что это такое? Вы любовниц ненавидите, вы говорите о них всякие неприятные вещи, даже смотреть видео неприятно, хочется сразу закрыть». В противовес этим комментариям идут комментарии жен. «Почему вы так не любите жен? Почему у вас к ним такое отношение?» Вот и все в этом духе, да, все в этом роде. И я хочу пояснить свое собственное мнение. Сегодня я хочу пояснить правила моей работы с каждой из ситуаций. Я не судья, и я не палач. В своей работе, если хотите, я адвокат. И если я рассматриваю сторону любовниц на личных консультациях, я смотрю все негативные стороны, противоположные стороны, скажем так, жен. Если я рассматриваю сторону жен, я смотрю все негативные, все нехорошие стороны любовниц. Это естественно. Тот человек, который ко мне обратился, в тех интересах я и действую. Адвокат, ни больше, ни меньше. Что же касается моих раскладов на моем канале, то здесь у меня абсолютно непредвзятое мнение. Здесь я отношусь одинаково, что к одной стороне, что к другой. У меня нет намерения выставить в плохом свете любовниц. Также у меня нет намерения выставить в плохом свете жен. Все то, что показывают карты, а моя задача прочитать для вас ту позицию, которую выбрали, вот ровно все то, что показывают карты, хорошее ли, плохое ли, я то читаю и то я озвучиваю. Я понимаю, что многим не нравится слышать какие-то негативные стороны о себе. И не важно, кто вы в данной ситуации, жена или любовница. Не все готовы принять какие-то негативные моменты. Но поймите, пожалуйста, не все жены такие хорошие, как следовало бы, например, быть. Есть такое расхожее мнение, что жены – это что-то святое, а любовницы – это гадины, это твари, которые залазят в семью. Но не всегда жены бывают пайниками, не всегда жены бывают белыми и пушистыми. Точно так же все, что касается любовниц. Не все любовницы – мерзкие гадины, бездушные разлучницы, которые влезли в семью. Да, бывают и прекрасные жены, да, бывают и очень мерзкие любовницы, которые лезут намеренно в семью, заприметили себе мужчину и всеми способами пытаются его от хорошей даже жены увести. Звонят, пишут женам, пишут гадости. Встречается такое, но, поверьте, это далеко не всегда. И я думаю, тут стоит все же обратить внимание в сторону мужчин, потому что зачастую даже при хорошей жене идеальная, да, и внешне, и как хозяйка, и как мать, и как спутница жизни. Ну вот мужчина вот такой вот, у нее, я не знаю, не хочу ругаться, но стоит, наверное, сказать козел, который, несмотря на то, что ему дают в семье, ему хочется развлечений. И здесь не всегда виновата любовница, например, не всегда виновата жена. Часто бывает, что именно с таким мужчиной вы живете, такого мужчину вы выбрали, и в нем нужно поискать корень зла. Поэтому я попрошу вас максимально, да, особенно те, кто смотрит видео, понять одну такую простую вещь, что я никого здесь не защищаю, никого не демонизирую в общих раскладах, в особенности в общих раскладах. Для меня здесь каждая из сторон одинаковые. Показывают хорошее, допустим, в позиции жены, я говорю хорошее. Показывают негативные стороны, я говорю негативные стороны. Точно так же со стороны любовницы. Показывают ее белой, пушистой, паинькой. Об этом я вслух и говорю. Показывают ее некой там стервой, там, демоном каким-то, разлучницей. Собственно, я и озвучиваю то, что вижу. И не стоит мне говорить, что я предвзято отношусь к женам, я их не люблю, или я терпеть не могу любовницы, поэтому расклады на любовниц у меня негативные. Опять же, да, не было бы таких комментариев ни от жен, ни от любовниц. Соответственно, здесь можно сделать вывод, что и любовницы бывают показаны с нехорошей стороны, и жены бывают показаны с нехорошей стороны. Поэтому мне и та, и другая сторона пишут то, что, собственно, пишут. Моя позиция как торолога относиться непредвзято. Посмотреть на ситуацию со стороны, для того, чтобы вы оценили то положение вещей, в котором вы оказались, и, возможно, сделали какие-то выводы. Также очень интересный, на мой взгляд, был комментарий, наверное, с пару недель назад, но я на него не отвечала, и видео не озвучивала, потому что, ну, собственно, не подошла тема. Вот в общем раскладе хочу сказать вам, какой был комментарий. Вы уж тут судите сами. И то, что я отвечу, если кому-то не понравится, если вы посчитаете, что я не права, тоже можете написать. Все конструктивные комментарии, которые есть на моем канале, обоснованные, с приведением, не знаю, каких-то фактов, в спокойном тоне, посмотрите, негативные комментарии на моем канале точно есть. Если же на канале мне начинают хамить, если мне начинают писать, да что это за бред, да ничего не правда, вы тут врете, таких пользователей я сразу блокирую, и комментарии автоматически удаляются, потому что я не хочу разводить срач на своем канале. Есть что сказать, даже если это, например, будет мне неприятно, выскажитесь в спокойном тоне, и ваш комментарий будет на канале. У меня нет такой позиции, только хорошее все на своем канале собирать. И опять же, поэтому на моем канале нет абсолютно стопроцентных позитивных раскладов. Есть такие каналы, где вы зайдете, и везде все хорошо. Есть такие каналы, но я не знаю, в чем смысл. Догадываюсь, но не мой принцип работы. Мой принцип работы показывать ситуацию такой, какая она есть, чтобы не навешивать иллюзии, не навешивать вам розовых очков. Так вот, заболталась я по поводу комментария. Комментарий состоял примерно в следующем. Что мне делать? У вас четыре позиции, а я, как выяснила, у моего любимого уже четвертая соперница. И как мне посмотреть, что мне делать? Отношение каждой. Позиции четыре, а на женщин получается пять. Я скажу, что вам делать? Бежать от такого мужчины. На самом деле, здесь мое мнение четкое и конкретное, что если вы у своего мужчины даже не вторая, а уже получается пятая, то за что же вы себя так не уважаете? Дорогие мои девочки, в какой ситуации вы бы не оказались, в ситуации жены, когда у вашего супруга появилась любовница, или в ситуации любовницы, когда вы понимаете, что вы влюбились в человека, а он не свободный, всегда спросите, что вы делаете в этих отношениях, насколько они вам дороги, и насколько отношение вашего любимого человека к вам адекватное, насколько он вас любит, насколько он нуждается в вас. Попрошу вас об одном. Никогда не будьте закуской на чьем-то столе, не будьте ассортиментом в чьем-то меню. Вот это самое важное. Если понимаете, что вами пользуются, вас используют в своих интересах, неважно, кто вы, жена или любовница, жены же тоже могут использовать, потому что он приходит домой, он знает, где у него стоит еда, он знает, где у него лежат чистые трусы, носки, он знает, где его подушка, где его одеяло, приходит домой, развлекается на стороне. Точно так же и со стороны любовницы. С женой он живет, и там у него все хорошо, там он ее обеспечивает, там он зарабатывает деньги, и все в семью. А вас он буквально использует как некое свое развлечение на скучные деньки или, не знаю, на скучные вечера. Поэтому четко отдавайте себе отчет в том, кто вы в этих отношениях, насколько вас ценят, и, пожалуйста, не будьте ассортиментом. Не плещитесь в чужой канаве, когда можно уйти в свой океан. Не томитесь на задворках, если понимаете, что здесь уже ничего не светит. Я не знаю, я, может быть, вырежу данный кусочек видео и помещу в раздел болталки, потому что на канале действительно противоречивые комментарии по поводу того, что я как-то не так отношусь к той или другой стороне. Ну, надеюсь, тот, кто дослушал, точнее, тот, кто дослушал, спасибо вам большое, что потратили тут 10-11 минут своего времени. Я признательна. И если вам есть, что высказать по данной теме, которую я подняла, если вы хотите озвучить какое-то свое мнение в соответствии с тем, что я высказала в соответствии со своей точкой зрения, то вы можете написать в комментариях. И более того, я считаю абсолютно непрофессиональным для торолога предвзято относиться к любовницам или предвзято относиться к женам. И ту, и другую сторону я прекрасно могу понять. И той, и другой стороне в зависимости от ситуации я могу как посочувствовать, так и в чем-то, например, раскритиковать. Все ситуации разные, все люди разные, и отношения тоже бывают разные. Любите себя, уважайте себя и цените себя.